Всех приветствую на своем канале. Сегодня свой обзор я хочу посвятить самолету-истребителю Як-3 в масштабе 1 к 72, который производился в английском опытно-конструкторском бюро Сигнал в городе Энгельс. Дату начала и конца производства установить нелегко, потому что на коробках штампов с датами не ставили на эти самолеты. Исходя из штампов с артикулами, которые можно найти на коробках, производились эти самолеты предположительно с конца 70-х годов, а прекратили их производство в начале 90-х годов. Данная масштабная модель была копией на реальный советский самолет Як-3, одного из самых совершенных истребителей времен Великой Отечественной войны. Самолет Як-3 создал в 1943 году коллектив, возглавляемым Александром Сергеевичем Яковлевым, развивая уже оправдавший себя в боях истребитель Як-1. Конструкторам была поставлена задача повысить живучесть летной характеристики и огневую мощь этого самолета. Для этого им нужно было снизить вес, увеличить мощность и скорость. После ряда доработок и усовершенствований 1 марта 1944 года с конвейера с саратовского авиазавода вышел первый серийный Як-3. Всего за период с 1944 по 1946 годы на заводах в Тбилиси и Саратове было произведено 4848 самолетов Як-3 нескольких модификаций. Як-3 принес большой вклад в победу во Второй мировой войне. С появлением Як-3 в СССР был налажен массовый выпуск истребителей, значительно превосходивший самолеты противника. Завоевано безраздельное господство в воздухе и итог войны был уже предрешен. Отличные летные данные машины, многочисленные вражеские самолеты, поверженные в боях на этом истребителе, и высокий эмоциональный подъем, характерный для заключительного периода войны, способствовали тому, что в сознании многих пилотов Як-3 стал символом советского истребителя, предвестником победы. Масштабная модель самолета Як-3 изготовлена из металла. Пластиковыми деталями являются шасси, хвостовое колесо, пропеллер, приборная панель с ручкой управления, фонарь, сидение пилота, аэронавигационные огни и двигатель. Модель по детализации проработана очень близко к оригиналу. Подвижными частями у него являются пропеллер, шасси, элероны, фонарь пилота, руль направления и руль высоты. Съемной частью является кожух моторного отсека, под которым находится двигатель. Если кожух ранее не снимался, то в первый раз его будет сложно отсоединить, так как современен он прилипает к корпусу. Также на этом кожухе есть углубления, имитирующие пулеметы и по бокам есть выхлопные патрубки. Шасси у самолета закоплены нежестко и их можно даже снять при разборе самолета, но в исходном состоянии они не складываются. На торцах крыльев есть аэронавигационные огни красного и зеленого цвета. У моих моделей они к сожалению утеряны. На левом крыле металлический штырек выполняет роль приемника воздушного давления, она же трубка ПИТО. В передних кромках корневой зоны крыла имеются воздухозаборники, а снизу под кабины на фюзеляже обтекателя радиатора охлаждения двигателя. По центру попеллера есть имитация ствола автоматической пушки. Этот самолет состоит из двух частей, которые соединены между собой при помощи винта. Для доступа к внутренней части самолета нужно открутить винт снизу и аккуратно разъединить половинки самолета. При этом съемных частей довольно много, так как это все выступающие и подвижные детали описанные мной выше. На внутренней части крыльев нанесены карандашом номера. Скорее всего это порядковый номер детали при сборке. Сложность обратной сборки состоит в том, что со временем крылья самолета как бы расходятся в стороны из-за деформации металла. И потом нелегко собрать все детали, которые фиксируются на внутренней части крыла. Особенно это касается элеронов и аэронавигационных огней. Цена на модель в советское время, судя по штампам на коробках, была сначала 8 рублей, а потом 5 рублей и затем 6 рублей 42 копейки. Артикл этой модели присваивался скорее всего несколько раз, судя по штампам на коробках. Попадается вариант ART-SSO-104D, ART-SSO-121D и более поздний ART-SSO-2717-4. Причем модели с артикулом ART-SSO-121D являются довольно редкими не из-за самолета, а из-за бокса, в которые он упаковывался. Этот Як-3 со временем видоизменялся в некоторых деталях и эти отличия хорошо видны. Ранние модели, как правило, комплектуются пропеллерами с желтой краской на кончиках лопастей, в то время как поздние в основном идут с полностью черными. Ранние модели комплектуются хромированным двигателем, а в поздних он уже просто белого цвета. Фонарь кабины пилота состоит из трех частей в ранней модели, и все три части снимаются отдельно. Однако средняя часть является сдвигающейся, как в настоящем самолете. К сожалению, у моей модели средняя часть утеряна. В более поздний период фонарь кабины пилота уже производился цельный и ничего не сдвигалось. У ранних моделей в кабине пилота индикаторы на приборную панель нанесены белой краской. В поздних моделях приборы на панели уже не подкрашиваются. Еще одной характерной чертой ранних моделей является подвижный руль высоты из двух частей. В поздних моделях он уже цельный и неподвижный. Также при более детальном рассмотрении на корпусах модели разных периодов можно заметить некоторые отличия в нанесении швов и заклепок. Также в нижней части фюзеляжа нанесена имитация обтекателя выходного отверстия маслорадиатора, которое не всегда можно найти в моделях Як-3. Коробок на эту модель было несколько вариантов. Самый ранний вариант это прозрачный пластиковый бокс с подставкой. Модель самолета крепилась к съемному пьедесталу в этом боксе через металлическую втулку. Сам пластиковый бокс был универсальным для нескольких моделей. Но на его крышке сверху клеился круглый пластиковый знак с наименованием модели Як-3. Второй вариант пластикового бокса является более редким и скорее всего из-за него был присвоен даже другой артикул ART SSO-121D, так как он встречается только на нем. Этот бокс был индивидуальным для Як-3. Отличается этот бокс повышенной защитой для самолета. У этого бокса в пластиковом поддоне есть уже специальные углубления, в которые вставляется самолет и застегивается на резиновые стяжки. Благодаря им самолет надежно закреплен в боксе и вероятность случайного повреждения выступающих частей практически исключается. Внизу пластикового поддона, кроме цены и артикула, появляется и наименование номера технических условий TU-1605-305-78, чего в других моделях не наблюдается. Также на прозрачной крышке есть надпись Як-3 и советские самолеты Великой Отечественной войны 1941-1945. Позже появилась картонная коробка с прозрачными окошками, в которую вставлялся пластиковый поддон, отлитый уже вместе с пьедесталом, на обратной стороне которого был отлит логотип завода. Более ранние картонные коробки были гладкие и глянцевые, и соответственно с более ранним артикулом. Коробки с более поздней датой выпуска и поздним артикулом уже печатались на шершавом матовом картоне, и оттенок рисунка уже мог отличаться от ранних. Чем позже коробка выпущена, тем грубее ее исполнение и хуже качество печати. Цена на самолет Як-3 зависит от его состояния, цвета и коробки. Модель сегодня не так легко встретить в идеальном состоянии, потому что со временем из-за деформации металла крылья расходятся в разные стороны, и из-за этого теряются мелкие детали, которые в продажи почти не попадаются. Цена модели в комплектном состоянии стартует от 10 долларов и в среднем доходит до 30 долларов. За редкие экземпляры в идеальном состоянии, с редкой расцветкой и в редком пластиковом боксе, цена иногда может и до 50-100 долларов доходить. Всем спасибо за просмотр этого видео обзора. Надеюсь видео получилось интересным. Если есть какие-то дополнения по самолетам от завода Сигнал, пишите в комментариях. Тема мало изучена и любые наблюдения и проверенные данные будут нам всем интересны. Подписывайтесь на мой канал и не забывайте ставить лайки. Всем мирного неба над головой и до новых встреч!